Итак, это краткий пересказ третьего эпизода сериала Дом Дракона. Более детальный пересказ этого эпизода с объяснениями происходящего вы можете найти на моем бусте кошельке. Ссылка на него в описании к видео и в закрепленном комментарии. Спустя какое-то время детальный пересказ сериала будет доступен и на ютубе. Итак, прошло три года с тех пор, как король Визерис выбрал Алисенту Хайтаур своей невестой, фактически оттолкнув как Корлиса Велариона, союзника, в котором он отчаянно нуждался, так и свою дочь Рейниру, чья лучшая подруга теперь ее мачеха. Однако Рейнира могла потерять не только друга. Ранее Визерис назвал ее своей наследницей престола после потери жены и новорожденного сына. Это решение, как мы видели, он принял в облаке горя, настолько густом, что даже не рассматривал возможность еще раз жениться или родить сына. Кроме того, его решение также послужило дистанцированию его опасного брата Дэймона. И можно с уверенностью сказать, что вера Визериса в Рейниру, как в следующего правителя Семи Королевств, была построена на шатком фундаменте, особенно сейчас, когда Алисента подарила ему сына, принца Эйгона Второго. Я думал, что Рейнира – мой выход из бездны горя и сожалений. Что, если я ошибся? Не помогает и то, что королевство положительно взволновано возможностью увидеть после Визериса на троне не его дочь, а именно наследника мужского пола. Визерис и его придворные больше заботятся о том, чтобы выдать Рейниру замуж за самого ценного союзника, будто за дерзкого и гордого Джейсона Ланнистера, чей брат-близнец Тиланд является капитаном кораблей Визериса, или Лейнара Вилариона, старшего брата дочери Корлиса Лейны, которую Корлис и Рейнис пытались соединить с Визерисом в прошлом эпизоде. С тех пор, как ты повзрослела, я тону в море пергаментов со всех уголков королевства, с предложениями о браке. Я все бы сделал для моей королевы. Или леди жены. Я считаю, что лучшая партия для Рейнира и сын морского змея, сир Лейнар. Брежь между вашими домами с тех пор не уменьшилась, это поможет смягчить обиды лорда Корлиса. Реальные или надуманные? Однако Отто Хайтавер же, очень заинтересованный в восхождении своего внука Эйгона на трон, даже предлагает обручить Рейниру со своим сводным братом. Таким образом, он, естественно, желает утвердить свою власть, что станет возможным, если его внук станет королем после Визериса. Он первый сын короля. Отрицать его право на трон, значит попирать законы богов и людей. Ты должна вразумить Визериса. Сам он на это не решится. Однако Рейнира не глупая девушка, потому что она сразу же уловила махинации своего отца, связанные с тем, чтобы выдать ее замуж. Поэтому после встречи с потенциальным женихом Джейсоном Ланнистером, она дает понять, что он ее не интересует. Он заносчив и самонадеянный. Думаю, в этом вы схожи. В этом эпизоде у Рейниры и ее отца есть несколько напряженных разговоров, в которых они спорят о необходимости стратегического брака. Визерис говорит дочери, что она должна выйти замуж, чтобы укрепить свое положение и обеспечить преемственность. Но Рейнира быстро указывает отцу, что если бы это было так важно, то он выбрал бы себе в жены Лейну Виларион, а не Алисенту. Чего ты от меня хочешь? Ради выгоды ты должен был жениться на Лейне Виларион. Мы понимаем, что в основе их спора очевидно лежит непрекращающийся страх Рейниры, что Визерис лишит ее статуса наследницы и передаст его своему сыну Эйгону. Однако Визерис клянется памятью матери Рейниры, что не заменит ее, отдав предпочтение сыну. Но вместе с тем Визерису немного трудно верить, поскольку ранее в пьяном состоянии он выражал свои сомнения Алисенте, рассказывая ей о сне, в котором его наследник мужского пола носил корону. Однако после смерти своей жены Эймы Визерис отпустил этот сон, потому что понял, насколько был одержим им, что это даже вылилось в то, что он убил свою жену. И все же теперь затуманенный вином Визерис задается вопросом, а может быть его сон все-таки сбывается, раз у него родился сын? То есть мы снова видим нерешительного Визериса, он знает, что его считают слабым правителем. А когда Джейсон Ланнистер упоминает, что многие предполагали, что Эйгон сменит Рейниру в качестве наследника, у короля появилась паранойя, и он даже стал угрожать наказанием тем, кто сомневается в его выборе Рейниры, как будущей наследницы. Но на самом деле это скудная демонстрация силы, все на что сейчас способен король. А на следующее утро, при трезвом свете дня, похмельный Визерис снова обнаруживает, что его сомнения исчезли. За последнее время он не раз слышал от своих людей о Белом Олене, который живет в этих лесах, и который, по их словам, может служить знаком благосклонности к маленькому сыну Визериса Эйгону. Король-олень в королевском лесу, ваша милость, благое знамение для именин принца Эйгона. Поэтому сторонники Эйгона надеялись, что присутствие Белого Оленя послужит своего рода сигналом, который подтолкнет Визериса к тому, чтобы назначить своего сына преемником. Но вместо Белого Оленя Визерис безрадостно убивает лишь обычного беспомощного оленя. И скорее всего Визерис понимает, что раз ему не явился Белый Олень, а явился обычный Олень, значит боги они хотят сохранить именно за Рейнирой Железный Трон, а не за его сыном Эйгоном. Ну а тем временем, заколов дикого кабана, напавшего на них ночью, Рейнира и Кристан Коль возвращаются в лагерь. Однако перед этим они встретились лицом к лицу с тем самым Белым Оленем, на которого Рейнира не охотилась, а который ношу ее сам, что может указать на то, что боги указывают именно на нее, как на наследницу Железного Трона. Тем временем война Корлиса и Дэймона против Триархии и Кормильца Крабов обернулась катастрофой. Эпизод начинается с того, что Дэймон и Караксис извергают огонь на людей Кормильца Крабов, но вместе с тем становится понятно, что дракон может нанести не так уж и много урона. Поскольку сила Корлиса в море, а сила Дэймона в воздухе, Кормильец Крабов и его люди находят убежище в пещерах, а это означает, что силам Виларионов понадобится больше солдат, чтобы прорваться в эти пещеры, куда не могут достать драконы. Этот факт заставляет Сира Ваймонда Вилариона, брата Корлиса, просить Визериса о помощи. Визерис сначала отказывается, говоря, что войну начали два бунтаря, недовольные решениями, которые он принимал, имея в виду Корлиса и Дэймона. Однако Элисента убеждает короля, что в его же интересах победить Кормильца Крабов. Для страны лучшее процветание Кормильца Крабов или его смерть? Поэтому через письмо Визерис сообщает, что отправил своих людей на помощь Дэймону и Виларионам. Однако когда Дэймон узнает об этом, он яростно злится на посланника, потому что гордому Дэймону не нужна помощь Визериса, как бы сильно они не проигрывали. Поэтому он решает самостоятельно, без дракона в небе, без солдат за спиной и с белым флагом направиться на территорию Кормильца Крабов, словно готовый сдаться. Однако сдаться это последнее, о чем он думает, поскольку Дэймон отказывается от белого флага в пользу своего оружия, используя его, чтобы прорезать себе путь к своему врагу. И когда раненого принца уже окружили со всех сторон, и когда кажется, что у него выхода больше нет, внезапно с неба жарит струя пламени и спепеляет солдат Триархии. Хотел Дэймон помощи или нет, но его союзники решили, что принц не сможет в одиночку победить. Корлис Виларион ведет своих людей на поле боя, а Лейнар на своем драконе Морской Туман, пользуясь возможностью, которую ему дал Дэймон, разбирается с врагами огнем. В это время ужасной бойни Дэймон преследует кормильца крабов до его укрытия, а потом через мгновение появляется весь в крови и волоча отрубленный торс Драхара. Так что получается, что Дэймон одержал победу и без помощи своего брата Визериса. Дэймон одержал победу и без помощи своего брата.